Митинги обманутых дольщиков, недостроя, разборки с застройщиками – все это может остаться в прошлом. Президент Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос отказа от долевого строительства жилья. По данным Минстроя, планируют ввести в эксплуатацию 140 домов до конца 2017 года, 187 домов до конца 2018 года. Для 227 домов сроки не определены. Всего в стране 830 проблемных домов. В Приморском крае возводится 81 объект с участием средств дольщиков. Из них шесть признаны долгостроями. И еще ряд проблемных объектов в рамках программы «Жилье для российской семьи». Несмотря на риски, для многих граждан России именно участие в долевом строительстве – единственная возможность приобрести жилье. С использованием средств дольщиков строятся практически все дома в Приморском крае. Заменой этой системы, по словам президента, может стать механизм проектного финансирования. Механизмы различаются следующим. Сейчас застройщик вкладывает лишь 10% собственных средств. Остальное – деньги дольщиков. Механизм проектного финансирования обяжет застройщика вкладывать в стройку полностью свои или кредитные деньги. Один дом построить – это нужно примерно 1 миллиард рублей. У застройщиков таких денег нет. Может быть, у кого-то из богатых есть даже 50. Это максимум. Всегда привлекаются деньги чужие. В сегодняшнее время привлекаются деньги дольщиков. За счет этого цена, скажем так, адекватная на недвижимость. Потом будут привлекаться деньги банков. Цена будет выше. Но, видите, никто же не отменял ипотеку. Ипотека остается. Ипотеки, ведь проценты могут тоже быть, субсидируются. Проценты по кредитам перед банком застройщик, естественно, переложит на покупателей. И вполне вероятно, что новые дома будут дороже на 20, а то и на 30% тех, которые строятся сейчас. Более того, по новому законодательству со следующего года одна компания может построить только один объект. Следующий год будет переходный. Там 2019 тоже, наверное, будет заканчивать. А вот в 2020 году у нас в крае будет строиться одновременно 20 объектов. Потому что создать новую компанию, которая соответствует этим требованиям, невозможно. Потому что нельзя открыть новое юрлицо. Нельзя. Потому что в законе написано, что компания, которая хочет стать застройщиком, должна иметь область строительства жилья, имеющейся 10 тысяч квадратных метров. То есть зарегистрировать новую ОООшку невозможно. Понятно, что застройщики, попавшие в такую ситуацию, будут строить только дома бизнес-класса, стоимость которых от 120 тысяч рублей за квадрат. А что же делать обычным горожанам? Эксперты советуют складываться в малоэтажное строительство или создавать жилищные кооперативы и строить самим, в складчину, как когда-то было в Советском Союзе. Тогда и стоимость квадратного метра упадет до приемлемых 40 тысяч рублей. Катерина Матвеева, Даниил Клёва. Новости на Восьмом.